Сибель, почему ты встаёшь? Пусти меня. Пусти, послушай, я должна найти Берчин. И нужно найти свою доченьку. Сибель, послушай, успокойся. Берчин найдут, но ты должна восстановиться. Сибель, пожалуйста, успокойся. Послушай, у зам поговорил с полицией. Ладно, Берчин найдут. А у зам старается, чтобы ухамилить свою совесть. О чём он думал, когда бросил мою дочь и пошёл к этой ослым? Килл мою дочь, как вещь. А потом пошёл и обженился на этой подошве. А у всех закрыли глаза на это. Да ещё и ты, в особенности ты. Ты приняла её в свой дом, будто она твоя невестка. Хотя до вчера, что я называла Берчин, своей невесткой. Чего ты только не говорила в сторону ослым? И тут внезапно она для тебя стала такой ценной, да? Когда моя дочь переживала это. Никто из вас не проравнил ни слова. Ладно, дорогая Сибель, давай, пожалуйста, мы не будем об этом говорить. Твою дочь найдут. И всё наладится, ты не волнуйся. Ладно, успокойся. Не могу я успокоиться. Может быть, сейчас моя доченька уже мертва. Может, она покончила с собой. Из-за этой ослым. Может, она покончила с собой. Берчин, прошу вас, спасите её. Берчин, прошу, спасите её. Берчин! Берчин, доченька! Берчин! Что случилось? Что случилось? Открыть глаза, я прошу тебя. Берчин! Отвечайте, что случилось, господин доктор. Скажи, что не будет моей дочерью всё нормально? Состояние физической, нам нужно срочно мешаться. Не бросай меня, Берчин. Ведь я не смогу жить без тебя. Берчин, держись, доченька. Держись, доченька. Это из-за тебя. Из-за тебя ты уничтожила мою дочь. Ты уничтожила. Если с ней что-то случится, я убью тебя. Сибирь, ладно, успокойся, пожалуйста. Господин доктор, пульс снижается. Сердце не бьётся, господин доктор. Немедленно принесите аппарат. Готово. Сибирь, ладно, не плачь, прошу тебя. Послушай, всё наладится, вот увидишь. Из-за тебя моя дочь сейчас борется за жизнь. Будь проклят тот день, когда ты влезла в нашу жизнь. Чёрт уже, змея всех отравила. Сибирь, ну всё, хватит, замолчи. Она не в чем виновата. Ладно, хватит плакать. Ну же, рассказывай, как ты нашла Берчин? Берчин вчера позвонила мне. Она сказала, что она в отеле. Там она выпила лекарства. Выпила очень много разных лекарств. Мне очень жаль. Если с ней что-то случится, я, правда, никогда не прощу себя. Ну я тебе сейчас устрою, тварь. Готово. Больная вернусь к жизни. Всё из-за тебя. Если бы ты не поверил этой змее, этой брушке, если бы ты не поверил, ничего бы этого не случилось. Если с моей дочерью что-то случится, я уничтожу тебя. Ты не притронешься к моей жене. Аслы ни в чем не пройнилась. Из-за того, что Берчин хотела, Аслы даже была готова отказаться от меня. Она хотела, чтобы со всеми всё было хорошо. Если хочешь кого-то обвинить, обвиняй меня. А не Аслы. Ты молись, чтобы с моей дочерью ничего не случилось. Иначе я убью себя. Господин доктор. Господин доктор. Умоляю, сообщите хорошие новости. Пожалуйста, скажите, что моя дочь спасена. Прошу вас. Очень рад за вас. Мы спасли больную. Слава Всевышнему. Слава Всевышнему. Вы бы знали, как бы вы помогли. Нам большое спасибо. Это наша работа. Но если бы ещё чуть-чуть перепозднились бы, мы могли потерять её. Кто бы ни нашёл её, вы должны благодарить этого человека. Аслы. Доченька, большое тебе спасибо. Ведь ты спасла мою родную дочь. Слава Всевышнему. Аслы.